Немногие студенты ЮРГУ могут похвастаться, что работают за границей. Оказывается, это вполне возможно. И сегодня мы поговорим с действующей европейской моделью из Челябинска, студенткой факультета журналистики Анной Фокиной. Меня заметил на улице агент, пригласил принять участие в конкурсе профессиональном. Я одержала победу, сама того не ожидав, и заключила контракт с московским агентством, которое до сих пор является моим материнским, и оно занимается моими поездками за рубежом. Моделинг был увлечением, когда я только начинала работать. Это первые два года, когда я просто ездила по новым странам, мне было интересно посмотреть, куда я приехала, как здесь живут люди. Сейчас моделинг — это работа, это возможность заработать деньги за короткий период. Ань, скажи, пожалуйста, на каких показах ты побывала и в каких странах? Моя первая поездка была в Париж, потом был Лондон, Сингапур, и сейчас я работаю именно на европейском рынке. Если говорить о показах, то, наверное, самые знаменитые — это Миссони, Альберто Ферретти и Мартин Марджелло. Аня, как семья относится к твоему увлечению? Когда мне было 16 лет, мама очень подозрительно отнеслась к моему новому роду деятельности, но сейчас, когда она видит, что ее дочка для своих лет достаточно самостоятельная, она может выжить в чужой стране, может привезти какие-то полезные сувениры, модные сумки или вещи. Мама очень положительно относится к этому, это логично. Папа интересует только один вопрос — когда вернешься и как же учеба? Планируешь ли ты связать свою будущую жизнь с модельным бизнесом? Ну, у меня нет каких-то амбиций по поводу того, чтобы стать топ-моделью или узнаваемым лицом в России, как Водяновая? Ну, ближайшие планы у меня поработать еще минимум 2 года именно моделью. Если получится осуществить то, что я хочу, это остаться в какой-то стране и заниматься уже журналистской деятельностью, то я буду очень рада. Если нет, то моделинг для меня останется просто как хорошими воспоминаниями, каким-то ценным жизненным опытом, и я дальше продолжу свою жизнь в другой сфере.